Мужчины Более организовано, что ли Это будет, наверное, тоже неплохо, если вы сможете подойти Выходите Вот вы встанете здесь, а мы благословляем этих мужчин, а они тут же благословят вас Потому что слово, которое я хочу сегодня сказать Вот этот орел, который высвечен сейчас на стене Он был нарисован на ночной молитве для мужчин Это как благословение мужчин летать И что интересно, что слово, которое мне дал Господь, оно тоже связано было с орлами Даже прежде, чем этот орел появился на рисунке Артур-то тоже можешь выйти сюда И кто там у нас из мужчин есть Но мы благословляем сейчас Вы знаете, что интересно? Когда я спросил у Бога слово для мужчин То он говорит с мужчинами по-мужски Поэтому то, что я сейчас скажу Сначала Не все, я вижу, что не все Они стесняются То, что я сейчас скажу, оно касается Того, чтобы хочет восстанавливать И поэтому он говорит прямо Открыто И называет вещи своими именами Не потому, что он более мягко не хочет сказать А потому, что с мужчинами он разговаривает по-мужски Еще раз повторяю Поэтому я скажу так, как я это услышала И передам так, как услышала И верю, что даст вам Господь мужество С этим справиться Разобраться И более того, дать возможность Ему дальше работать с вашими сердцами Прежде всего Я выражаю Благодарность Вам, мужчины За то, что вы согласились Мужественность В этот дефицитный период времени Восстанавливать Слава Богу За то, что есть те Которые захотели Являть образ Мужчины Достойно И вот те люди С которыми мы трудимся Я знаю, что часть их стоит здесь Но часть здесь А часть за пределами И вы знаете С кем мы трудимся Я хочу особый образом сказать Спасибо вам Потому что Мужская природа Небо В вас уже отражается Это мужественность Это ответственность Это желание Не обвинять А брать Ответственность на себя И вот это та часть Которую Господь хочет сказать Если вы пойдете таким путем Господь всегда На вашей стороне Потому что Он сотворил мужчину таким Я думаю, что вы помните Что случилось в Едеме Когда первое, что сказал Адам Жена, которую ты мне дал Вот он искаженный образ Сразу найти виноватого Но я верю, что мужчины Которые здесь И которые слышат Они начнут Представлять Бога Достойнейшим образом Кстати, в следующий раз У нас будет На конференции Особое послание И для мужчин И для женщин Я очень хочу Чтобы вы там его услышали Сейчас я не буду его говорить Чтобы там не повторяться А сейчас я хочу сказать Слово, которое связано Как раз с орлом Поднимите Глаза ваши На высоту Вот это первое послание К вам Не смотрите под ноги Смотрите на высоту Не смотрите на обстоятельства А смотрите Как зажигаются звезды Смотрите на то Где Бог обитает И тогда ваша жизнь Она не будет здесь Кем-то Когда-то Искажена Да, уже может быть Какая-то печать Легла на искажение Но Господь говорит Поднимите глаза ваши Хватит смотреть туда Где было кругом Или назад Или какие-то Искать опять же Причины Чтобы оправдаться Поднимите глаза И посмотрите Кто сотворил эти небеса Кто выводит воинство Их счетом Он всех их Называет по имени Господь Каждого из вас Знает по имени И он не перепутает Имена тех Которые уже Когда-то записаны На небесах И его имя На вас По множеству Могущества И великой силе У него ничего Не выбывает Как же говоришь Ты, Иаков И высказываешь Израиль Путь мой сокрыт От Господа И дело мое Забыто у Бога моего Наверное вы слышали Когда-то В своем духе Эти слова Наверное Когда-то вы могли Выражать И пред Богом И говорить Господи А что происходит В чем дело И он говорит Как же говоришь Ты, Иаков И высказываешь Израиль Что путь мой забыт Нет Не забыт И не потерян Разве ты не знаешь Разве ты не слышал Что вечный Господь Бог Сотворивший концы земли Не утомляется И не изнемогает Разум его Неисследим Он дает Утомленному силу И изнемогшему Дарует крепость Утомляются и юноши И ослабевают И молодые люди падают А надеющиеся на Господа Обновятся в силе Поднимут крылья Как орлы Потекут и не устанут Пойдут И не утомятся Я вас благословляю Быть надеющимися на Господа Которые поднимают глаза На высоту небес И так как Бог Разговаривал по-мужски С Иовом То еще слово Из Иова Есть для вас сегодня Это Переводок Смыслового Я согласен Давай разберемся Вот так Бог Разговаривал с Иовом Он сегодня тоже Говорит на все ваши вопросы Я согласен Давай поговорим Давай поговорим Но поговорим так Как вот говорит Мужчина с мужчиной Хотя Бог конечно Он и то и другое Вмещает в себя И мужской и женский образ Поэтому он разговаривает По-разному с разными Давай поговорим Я открою тебе то Что тебе непонятно Но тебе надо будет Оставить Привычный Для тебя Посредственный Образ мышления И на все посмотреть Глазами духа Вот друзья Где перемена Посмотреть на ситуацию Глазами духа Почему я здесь оказался Господь В чем дело Как я тут оказался Я хочу увидеть Глазами духа Ситуацию И разобраться Взяв ответственность И Бог поможет Потому что Он Иова Вывел Теперь скажи мне Вот что Я пропускаю часть Практиковал ли ты Когда-нибудь Способности Духа твоего Который я дал тебе И высвобождал ли ты Слово мое На тьму Повелевая Убраться Из твоей жизни Постанавляя Свету Воссиять И утвердиться Вот что такое Духом Посмотреть на ситуацию Сказать Тьме Уберись С моей дороги Я благословляю вас Этим мужеством Друзья Я благословляю Чтобы любая тьма Которая может быть Каким-то образом Краем Подходила к вашей судьбе Сказать Господь Я буду Практиковать Силу Духа Я буду Из Духа Смотреть на ситуацию И потому Тьма Убирайся Из моей семьи Тьма Убирайся Из моей жизни Тьма Убирайся С моей работы Тьма Убирайся Со всех территорий Куда мне надлежит Прийти Друзья Практикуйте это Это по-мужски Это по-настоящему С Богом Реально сделать И поэтому Пусть Господь Вам поможет Чтобы мой свет Наполнил Всю твою душу И дал тебе свободу И от всякой тьмы Утвердившись В тебе Духом истины Чтобы вся твоя душа Изменилась Мой образ И подобие Наполнившись Моим Совершенным Знанием Откровением И радостью Вот я благословляю Вас наполниться Совершенным Знанием Откровением И радостью О том Кем вас сделал Бог И вы знаете Человек На земле Когда он был сотворен Адам Самое начало Он был Самодостаточен До тех пор Пока не была взята Из него Ева И он потерял Самодостаточность И об этом мы поговорим В следующий раз А сейчас я хочу Чтобы вы поняли Что Господь Всегда готов С вами пройти Те трудности Потому что Он никогда Свою ответственность Ни на кого не переложил Даже тогда Когда Адам С Евой согрешили Он взял ответственность Искупить Весь род Человеческий Который еще Только родится А сейчас Друзья Давайте мы Встанем в зале Мы сейчас будем Благословлять Вы можете Повернуться к залу Мы сейчас Благословим Здесь стоящих А зал будет Как женщины Как матери Как жены Как дочери Кто бы здесь Не стоял Бабушки Чтобы они могли Благословлять Мужчин От всего Своего сердца Благословлять С благодарностью Друзья Ведь на самом деле Не всегда Не всегда Мы может быть Получали то Что хотелось бы И от отцов И от мужей И от братьев И от сыновей Не всегда Но для того Чтобы мы получали Для этого нужно Опять и опять Высвобождать Слово Которое сделает Наших мужчин Еще более Сильными Еще более Мужественными Еще более Ответственными Еще более Проводниками Неба на земле И на самом деле Когда есть Сердце Благодарность То этим самым Мы умножаем Мы умножаем То что в них Уже есть Драгоценный Господь Я благодарю Тебя Что Ты даешь нам Даешь нам сейчас Право Благословлять Друг друга Я благодарю Тебя Господь За тех мужчин Которые рядом Я благодарю Тебя За мужа своего Я благодарю Тебя Потому что Ты дал Господь Ему Эту мужественность И сострадание Я благословляю Его дальше Совершать дела Которые Ты поручил Ему Сердце доброе И чистое Светлое И любящее Пусть Господь И дальше Через него Течет Твоя река Не только на наших Детей и внуков Но на все Твое наследие По всему лицу земли Я благословляю Всех воинов Которые рядом Я знаю Господь Что Ты дал И оказаться рядом Для того Чтобы армия Твоя Поднялась Вся Господь Я благодарна Тебе За каждого Я благодарна Тебе Потому что Это разные инструменты В Твоих руках Это разный уровень Твоей работы Но он уже виден Он уже проявлен Он уже Господь дает право Говорить о том Чтобы они поднялись На Твои высоты Чтобы они не остались Там где есть Даже уже взятые вершины Но сегодня Ты предлагаешь Подняться в открытые небеса В открытые небеса И там парить Над обстоятельствами И там производить потомство И там работать С миром Твоим С благодатью Твоей Господь И я благодарю Тебя Что рукам Ты даешь Приобретать богатство Я благодарю Тебя Что Ты И благоволение Твое благородство Поднимаешь в мужчинах Сейчас Я благословляю Тебя Дух Святой Я благословляю Тебя Дух Святой Чтобы Твоя благодать Она работала И производила В этих людях Твою меру защиты Твою меру помазания Твою меру власти Твою меру силы И Твою меру жизни Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дашь этим людям увидеть благословение в домах своих. Я благословляю всех мужчин, которые стоят сейчас здесь. Я молюсь, Господь, за всех мужчин, которые находятся за пределами этого зала. Но я благодарю Тебя, потому что это те, которые Ты называешь своим золотым фондом. И мы благословляем их на размножение. Мы благословляем их на мужественность. Мы благословляем их на гармонию. Мы благословляем на силу взять ответственность. И мы благословляем их руки способностью приобретать богатство. Богатство, которое будут созидать их дома. Богатство, которое будут направлены в нужное направление. И я благодарю Тебя, что это не повредит ни им, ни детям их, ни внукам их. А наоборот, будут под защитой Твоих крыл производить то, к чему Ты их призвал. Потому что они носители Твоего Царства. Они производители Твоего творчества на земле. И мы благословляем их, Господь, быть управителями достойными. Быть управителями, при которых поднимаются множество. Множество людей. Множество детей. Множество подростков. И я благодарю Тебя, что они не будут сиротами. Потому что есть отцовство в тех сердцах, которые мы сейчас благословляем. Там, где есть дефицит, восполни. Там, где есть недостаток, приди туда своей рекой жизни. И еще и еще раз я благодарю Тебя за всех мужчин в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Богу славу, друзья. Спасибо вам, мужчины, что вы вышли. Благословляем вас. И дальше быть на передовой. А вы пока не уходите. У вас есть еще задача спеть. Тут, вы знаете, есть такой небольшой сюрприз. Именно сюрприз. Потому что это с юмором. Но вы дома поймете. Почему? Потому что я верю, что вы и в домах будете воинами. Вы и в домах будете носителями защиты. То, что сказал Бог когда-то Адаму. Охраняй. 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 Поэтому вы будете охранять, и никакой враг не проползет. Благословляю вас. И знаете, что мы на самом деле, это не случайные мешочки и пакетики. Золотой и серебряный фонд. Страны. Фонд драгоценных металлов. Слава Богу. Благослови Господь. Присядьте на секундочку. Не, мы стоим. Мы стоим. Где-то около примерно года полтора-два назад у меня было видение. Как из дома Господня начинается течь река. Все знают это место, когда проходит через пустыню и разные места. И во сне я вижу, что эта река, она как бы заканчивается у одного ручейка, маленького такого. Озеро такое маленькое-маленькое, уже почти высыхает. И по краям все, почва вся растрескавшаяся. Вокруг этого озера маленького камыши растут. Я говорю, Господи, что это такое? Почему это тут? Река-то ты обещал, что эта река будет течь и не прекращаться. А тут я вижу в сон такое видение, что река остановилась. И он мне говорит, повернись, посмотри. Я поворачиваюсь, смотрю, Ольга Дмитриевна. Я говорю, что такое? Скажи ей то, что она делает, пусть не прекращает это делать. Чтоб река не останавливалась. Благослови вас всех, Господь. Я это видение, конечно, рассказал Ольге Дмитриевне. Я пришел и сразу рассказал, сказал, что было вот такое вот видение у меня. Позавчера было 16 лет ночному служению. Еще помимо этого, не важно, что мы, мужчина или женщина, важно, что мы стоим на защиту своего отечества. Мы стоим, потому что наша брань не против плоти. И Ольга Дмитриевна, она уже столько лет воюет и стоит на страже Отечества и страны, и всего мира. Молится за всех. Мы благословляем вас, Ольга Дмитриевна. Обязательно из книги Исаия, 26-я глава, с самого начала. В этот день будет воспита песнь во всей земле, и Питера, и России, и город крепкий у нас. Аминь. И Господь дал спасение. Спасение дал Он вместо стены и вала. Вокруг Санкт-Петербурга нет вала, но есть Господь. Аминь. Отворите ворота. Да, войдет народ праведный, хранящий истину. Слава Богу, что есть мощные молитвы. Слава Богу, что народ есть, который знает истину и провозглашается истина, в том числе на ночных молитвах. Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Аминь. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте. Вы знаете, что мы еще длительное время вели духовную войну, это Гедеон, и мы брали высоты, и на высотах стоят ангелы, которых поставили мы во главе с Ольгой Дмитриевной. Слава Богу за те молитвы Гедеона, за ночные молитвы. Господь царствует! Аминь. Спасибо, друзья. Спасибо. Я хочу поблагодарить вот тех, кто с нами шел вот эти 16 лет во время молитвы, друзья. Не все с первого дня, не все с первого раза, но на самом деле так много верных людей. И в свое время, когда мне надо было начать собирать армию, мне дал Господь интересное слово. Потому что так на тот момент у нас очень много организовывалось новых служений, и я была инициатором того, чтобы людей распределить по служениям. И все, кто ко мне подходил, я их уже распределила. И вдруг мне Господь говорит, а теперь ты собирай. Я говорю, а с кого же собирать, когда я всех уже отправила? А мне Господь говорит, а ты спроси в зале, есть ли военные люди? Я спросил, а есть у нас военные? Ведь люди никто в форме обычно не приходят. Приходили все в штатском. И встал. Достаточно, в общем-то, встало много людей. Я попросила их остаться. И мы с ними начали стартовать. Это для меня были все незнакомые люди, в их числе Александр, полковник, который сейчас здесь перед вами. И он тогда уже был, в общем-то, младенцем в духе, но уже знал, что такое мужественность, уже знал, что такое снаряды, как они взрываются, как надо быть аккуратным. И на самом деле с первых шагов уже действовали достаточно точно в тех вещах, которые Бог нам показывал. Поэтому благодарность еще раз всем вам. И хотят помолиться. Я с удовольствием приму эту молитву. Давайте, друзья, поднимемся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарны тебе за Ольгу Дмитриевну, за те служения, которые она ведет. Ты, Господь, ведешь. Ты говоришь ее устами. Ты ее используешь во славу себе. На радость себе и людям. Мы благодарны тебе, Господь, за это сердце, открытое для тебя. Ты используешь это сердце. Ты используешь эту внутренность для того, чтобы под защитой твоих крыл была наша Родина, наша страна, наш Санкт-Петербург. Мы благодарны тебе, Господь, что до сих пор ты хранишь наш город от всяких нападок нечистого мира. И терактов здесь не будет, потому что есть ночная молитва, потому что есть молитва святых, которая защищает от всяких атак, от стрел нечистого мира. Они будут все угашены силой веры, силой молитвы. Мы благодарны тебе, Господь, что ты действуешь через нас, через Ольгу Дмитриевну, через нашу церковь, во имя Иисуса Христа. И сатана бежит, потому что он боится власти, он боится Бога, он боится веры нашей во имя Иисуса. Да будет благословена Ольга Дмитриевна, во Боге, да будет и укреплена, да будет открыта для того, чтобы сила небес, сила третьего неба здесь была, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok